Ребята, сейчас вы увидите такой эпический, красивый бой, что просто глазам своим не верится, как такое вообще происходило. Мауса зажмут в углу практически там половина вражеской команды, огромное количество танков против одного Мауса, ребята. Короче, смотрите, позиция будет шикарная у него, как он ее будет держать, это вообще отдельный вид искусства. В общем, очень красивый бой вас ждет, давайте посмотрим по составам команд, что же у нас здесь. Как мы видим, фартануло там Маусу, блин, конкретно. Здесь всего по три десятки за команду, и посмотрите, сколько восьмерок. Сколько, блин, восьмерок, большая часть, я вот вижу сколько. Шесть, семь, семерок, получается восемь танков восьмого уровня, ребята. За каждую сторону, ну да, там одна арта, но все равно, ребят, это же большая часть команды, именно тупо восьмерки. Девяток еще по четыре штуки, то есть такой лютый топ. Попасть сейчас на Маусе, не было бы еще арты. Тогда бы просто вот вообще ма был, сказочка бой был бы, сладкий, халявный. Иди, дави этих малышей, наказывай изо всех сил и радуйся. Но две арты немножечко расстраивают. А вы, ребята, я думаю, прекрасно знаете, как любят артоводы сочную броню мыша. Сочную броню Маусе, ну они любят он. И ВК-шку, 100-0-1-п, по которому уже залетела плюха. Фактически, блин, он не успел даже доехать до линии боя. Бедный ВК-100-0-1-п, он позеленел аж от этого подарка, от этой новости. Хотя он раньше был зеленым. Так, Т-30 здесь на позиции. И тоже беднягу ВК насилует. Ой-ой-ой-ой-ой, 680 хп остается у ВК. И сейчас, если вот... А, наши артоводы, кстати, тоже. Тут Яундуй не занимаются. По Т-30 прилетает там с оглушением. На него еще выкатывается Эмиль-2 и всаживает весь барабан, оставляя бедняге 18 хп. Не, я буду ржать, если он сейчас добьет. Последним выстрелом ВК-100-1-п, поэтому... И парниша даже не успеет нормально сделать первый выстрел в таком бою. Так, Эмиль-2 выезжает, добивает Т-30. Ну, что-то у Т-30 не совсем дела сложились. А Маус, пока вот это все происходило, пока Т-30 уже успел улететь в ангар, он просто все это время ехал до линии боя. Он хотел хотя бы добраться, блин, до места битвы. И только он приехал, здесь уже начинается какой-то лютый замес. Союзники почему-то по нижнему флангу сливают. И внизу там тяжи будут сейчас ХВК уже выдавливать. Ай-яй-яй-яй-яй. Там еще беда в том, что наша команда бросила правую сторону миникарты. Восьмую, девятую линию. И там Проджета-65, СТ-шки вражеские. Они сейчас будут нашу базу просто пересвечивать. Там Исуха-152, у нее обзор маленький. Там артоводы. Ну, будем надеяться, что наш Проджета в квадрате Д-4 хотя бы поможет и как-то они справятся. Но я в этом не уверен. Ой-ой-ой, тут бабахенцы. А тут два, две десятки. Понятно, почему они так разорвали. Неужели их вдвоем сейчас выкосит Маус? Бабаху, бабаху надо первой. Хотя этот тоже нам на 554 очень сочно дает. Но бабаха сейчас будет выкатываться. И тут кто знает, сколько она нам кинет. Кидаем по бабахе. Она сводится в ответочку и кидает на 726. И везет сейчас, что ПЗ не пробивает. Не пробивает нас. Так, первым делом добивать бабаху, потому что еще одной плюхи на 700 нам не нужно. На, тут же доворачиваем до ПЗ, КПФВ. Ну, разбираться, танкует. Молодец, башню хорошо довернул. Тут надо знать, конечно, куда пробивать. Не так просто в лобовой проекции найти слабую точку. Можно пробовать крышу. Но... ВК, кстати, тоже нас не шьет. Хотя я не понимаю, почему никто не отменял слабенькие щеки. И тут пользуется Маус тем, что он такой высокий. И еще повыше стоит. И просто в крышу корпуса его лупит. Так, 6-10. Тут уже арта помогла. Артоводы спешат на помощь. М-53-55. М-40-43. Бежат с базы. Но за ними просто, как Том и Джерри какие-то, летит ХВК-30. И получает свертухи от М-40-43 по щам просто. Бедный парниша на ХВК-30. Как он люто отлетел. Так, проверяем сзади. Там само Асэмбл. Ой-ой-ой. Проджета-65 выкашивает там. Выкашивает нашу базу. Ну, Проджета-шотный. У него 70 хп. Но их еще много, ребята. У них много танков. У них реально там еще Маушен, куча восьмерок, две арты. Будет тяжело. Тяжело в финале. 7-11. Счет. Надо, по идее, вернуться. И по-хорошему. Сейчас бы было отлично подловить Проджета-65. Ой, все. Артовода Мгаплык. Артовода Мгаплык пришел. М5355. Сбежал там в другую сторону. Но само Асэм за ним выехал. И нашел его даже здесь. Юдес-03 здесь добивает нашего первого артовода. Но М5355, мне кажется, тоже сейчас отлетит от само Асэм. Ну, а Маус возвращается назад на базу. Потому что его ждет битва против восьмерых врагов. Это большая часть вражеской команды, ребят. Большая. Как он будет это делать? Надо просто это, блин, увидеть. Пока уже неплохо. Три 685 дамага. Два косаря натанкованного. Проджета первого. Молодец. Это было правильное решение. Тут же добирают последнюю арту. Само Асэм все-таки это делает. И мы теперь в окружении. Сейчас сзади еще само А приедет. Юдеса бы сейчас выцелить. Потому что там неплохое пробитие все равно. Неплохое. Юдес сразу же... Ой-ой-ой. Вы гляньте, арта. Через скалу закинуло на 508. Обалдеть. Само А пробивает. Еще от арты дамаг залетает. Нифига себе творится. Амаус, держись. Держись. Так. Бизон. 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 Справа. Нужно под башню ему. Голдой. Конечно же уже. Хотя тут и без голды можно было в принципе пробивать. Так. Один против шести. Ну немножко подразобрались. Сейчас мне кажется Аммаушен приедет. Хорошо, что вот Юдеса главное добрали. И сзади. И суха. 152-я. Артоводы продолжают лупить. ГВ Тигр нам кидает. Но всего на 8 фортануло. Разворачиваемся. Принимать и суху и Самоа СМ. И суху не видно. Самоа тоже за домом. Надо доворачивать броню. Но проблема в том, что сзади может выехать Маушен. А ХП вообще нету. И сейчас ловим и отправляем в ангар 152-ю. Ну что, вперед, вперед на Самоа. Нужно быстренько его паковать. Выкатываемся. Самоа сейчас слева за домом. Арта продолжает портить жизнь. Этот ГВ Тигр просто феноменально жестко выцеливает. Но хотя бы не 508. Как первым выстрелом он по нам отвесил. Начинаем нагло просто ломая все, что можно давить француза. И есть. Это срабатывает. 5929 дамага. 4470 уже танканул. И даже немножко асиста есть. 211. Но больше его не будет. Потому что союзников больше нет. Некому тут светить. Или на гусеницу ставить. Так, 6 минут до конца боя. И надо отправляться на лобовую битву с Маушедном. Хочется верить, что он АФК. Почему я так думаю? Потому что, может быть, он уже, наверное, должен был здесь появиться. За то время. Как-то пока Маус тут со всех сторон отбивает атаки врага. Должен же был. Я обалдею, если он там фуловый или с хорошим запасом хп просто стоит в кустах и ждет. Когда Маус приедет на него. Это будет, конечно, веселый игрок. Ребят, ну а пока вы смотрите финальную развязку и Маус едет наказывать последних трех врагов. Напомню вам, что спонсоры этого видоса у нас, ребята, с очень интересного сайта whathub.net. Где много разных плюх. Во-первых, там куча видов кейсов. Кейс ЛТшник, СТшник, Мастодонт, Кустовой. Там зима 2021. Кейс праздничный календарь. В общем, там прям конкретно много разных интересных коробок. И к тому же много разной халявы. Во-первых, барабан бонусом, который каждые 24 часа любой желающий может крутануть и получить какую-то халявную плюшку. Плюс 60% к пополнению или скидки на кейсы в течение часа и так далее. Также там бесплатный кейс, который каждые 48 часов можно открывать и получать из него очень интересные подарки. Посмотрите, бесплатный кейс, классная штука. Также там раздача проходит для, собственно, игроков. Если вы открыли 5 платных кейсов, можете в раздаче призов тоже участвовать. Неплохая реферальная система, где вы можете зарабатывать золото. Поэтому, ребят, пробуйте, смотрите. Ссылочку оставлю в закрепленном комментарии. Очень классный сайт. Голда приходит за 30 секунд буквально сразу же. Подарки тоже приходят довольно быстро. Не больше 10 минут. И выигранный прям танк вам может залететь. Поэтому, ребята, заходите, проверяйте. А если будете пополнять счет, маушен фуловый чешет. Не АФК. Вводите вот этот промо-код, который на экране. Он обалденный подарок вам даст при пополнении. И всем вашим друзьям тоже. Потому что промо-код многоразовый. Запишите. При пополнении на ватхаб вводите. И по нему получаете подарок. Сразу же как пополните. Не забудьте. Ну а здесь маушен фуловый прикатывается к нам на базу. И ничего не может сделать нашему герою. Он получает люлей один за одним в свою башенку. И просто уже откатывается назад. А у нас 7404 дамага. Не, я же предполагал, что он АФК. И сейчас будет халява. Но он не АФК. Почему он все это время где-то-то... Что он делал? Деревья там сажал, восстанавливал. Природный фонд. Я не знаю там границы империи этой. Но это, конечно, просто жесть. Так, маушен прямо по курсу. И выцеливаем башенку еще раз. Пока безрезультативно. Все. Ну, и арта уже здесь. Одни... Они просто сумасшедшие. Они все пытаются этого беднягу Мауса зажать. Как же бомбят там союзники. Точнее, противники. Союзники этого маушена. Потому что он вообще не может пробить. 6-230 уже танканули. Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас была возможность накидывать. Маушен будет теперь выкатываться. И арта пошла. И арта пошла выезжать. Арту давай. Давай-давай-давай. Первой. Ай, готов коричневый. Ребят, это, конечно, лютый трындец. Но я еще хочу успеть напомнить вам, что в этом видосе вы также можете выиграть золото от нашего канала. Для участия в нашем розыгрыше подписывайтесь. Ставьте лайки. Колокольчики врубайте в режим все уведомления. И оставляйте позитивные комментарии с вашим игровым ником. Мой дед в ВКонтакте участвуйте. Мой дед в ВКонтакте участвуйте. Золото забирайте. Не забывайте подписываться. Ну и слева ГВ Тигр. И... Сейчас мажет Маус. Обидно. Но у нас еще 471 хп. И просто скала, которую он занял здесь, эту позицию на базе. И все враги стояли с разных сторон по кругу. Пытались разводить его. Поезжать. У них даже получалось. Но в итоге приехал Флоу и Маушен. И все провтыкал. Так скажем. Хотя можно и другим словцом здесь выразиться. Я представляю, как у них горят одни места у вражеской команды. А мы смотрим итоги. Но это лайк однозначно. Итак, ребят. Это Воин, основной калибр, стальная стена, пас кучи, колобанов, редлик, мастер. Здесь еще куча всяких наград. Больше 9000 дамага и 9 фрагов еще. Символично довольно. Но согласитесь, это было эпично и красиво. Особенно финальная битва с Маушеном. И вот эта часть, где он зажат был, окружен. Там Самуаз одной, там Юдас, там Праджетта или еще кто. В общем, там Бизон капец был. И арта сверху из-за горы прямо фугасами накидывает. Они прям толпой мучили Мауса. А он все равно затащил. Очень классный бой. Вверху справа другой видос. Зайдите, зацените. Обязательно. Там тоже бой классный. Все, ребят. Всем удачи за просмотр. Спасибо. Увидимся в новых роликах. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok